Добрый день! Это программа «Экономический сектор» и я ее ведущая Катерина Матвеева. Сегодня расскажем, как развивается морекультура в Приморском крае и почему регион не использует свой потенциал для развития так называемой «голубой экономики». Во второй части программы в рубрике «Мой кошелек» мы узнаем, где отдохнуть туристу летом. А сейчас дайджест экономических новостей недели. С 2019 года в России упраздняются дачные товарищества. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Вместо них будут возможны только две формы организации – огородническое и садоводческое некоммерческие товарищества. Точные границы охотоугодий, доступных для получателей дальневосточного гектара, станут известны 1 октября, когда в дальневосточных субъектах будут приняты законодательные акты. Расширение коснулось трех типов земель – территории Роснедров, Охотоугодия и Лесной фонд. Доступными станут еще 230 гектаров. 32 инвестиционных проекта с объемом инвестиций почти 1,3 трлн рублей будут представлены на Третьем Восточном экономическом форуме. С всего на рассмотрение в Министерство по развитию Дальнего Востока поступило 148 проектов. Наибольшую активность проявили инвесторы из Приморского края. Для руководителей и собственников, которые довели банк до криминального банкротства или повторно нарушили требования к деловой репутации, вводится пожизненный запрет на профессию. Также запрещается владеть более чем 10% акций какого-либо другого банка. Закон был одобрен Советом Федерации и передан на подпись президенту Российской Федерации. Наказание за нелегальный оборот алкоголя и подделку акцизных марок серьезно ужесточается. Речь идет о миллионных штрафах и увеличении срока лишения свободы. Закон о внесении соответствующих поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации подписан президентом и вступив в силу в конце августа. Не так давно участок в Хасанском районе был отдан в аренду за 17 миллионов рублей. Били за него бизнесмены из Уссурийска и Хасанского района. Дело в том, что в этом месте есть трепанг. То есть его можно не выращивать, а просто собирать. Главное иметь законный доступ. Но неужели игра стоит свеч? Насколько выгодно заниматься марекультурой? Ученые уверяют, запасы гидробионтов в крае малы. Одним собирательством сыт не будешь. Чтобы получать стабильную прибыль, трепанг можно и даже нужно разводить. Запасы трепанга на Дальнем Востоке, к сожалению, невелики. Трепанг у нас обитает в основном в подзоне Приморья, южнее мыса Золотой. Также он обитает в Южнокурильском районе. Приморский край, южнее залива Владимира, ну и Южнокурильский район – это единственные районы на Дальнем Востоке, где можно разводить соответствующим образом трепанг. Разведением гребешка занимается 26 компаний трепанга, 24 фирмы. Хозяйство есть в Хасанском, Ольгинском, Шкотовском районах, в заливе Петра Великого. В 2017 году предприятия собрали 153 тонны гребешка и 45 тонн трепанга. В 2016 году и того меньше. Гребешка 111 тонн, трепанга 24 тонны. Статистика говорит о том, что беспозвоночных стали выращивать больше, но в масштабах края цифры ничтожны. Только в заливе Петра Великого можно выращивать 50 тысяч тонн продукции. Так почему же компании не спешат зарабатывать на морских огородах? Экономика складывается из чего? Это условия для старта инвестиций, так называемый входной порог, насколько он дорог, и условия для окупаемости инвестиций. То есть это налоговое время, стоимость рабочей силы, стоимость технологии. Здесь уже наступает роль регуляторов, то есть государства. Государство может сделать все, чтобы оно было выгодно и невыгодно. Вот сейчас регулятор морекультуры, у нас его одного нет, у нас несколько регулируют. У нас всегда так было, куча. Так вот он делает все, чтобы оно невыгодно. В 2002 году участки распределять перестали. Неспешно писали закон о рыболовстве, потом об аквакультуре. Только в 2010 году воду вновь стали выдавать на конкурсной основе. Через год процесс снова остановили. Лишь в 2016 году были запущены первые аукционы. По информации Приморского территориального управления Росрыболовства, в Приморском крае под морекультуру пригодно 60 тысяч гектаров. В пользование отдано 18 тысяч. На них работают 52 компании. За последние два года было переоформлено и продано 134 участка. 14 участков планируется выставить на аукцион этой осенью. Интерес морекультуры вызывает неподдельность живой. Есть крепкие хозяйства, которые занимаются непосредственно разведением и пастбищным культивированием морекультуры. Есть компании, которые пытаются, видимо, про запас себе организовать получение рыболовных участков. Однако арендаторы не спешат создавать морские огороды. Работают те, кто начинал в далеких 90-х. Активных игроков на рынке немного – около двух десятков. Новеньким раскрутиться сложно. Во-первых, на каждый гектар плантации нужно вложить в среднем миллион рублей. Это затраты на оборудование, электричество, наемных рабочих, снаряжение и прочие расходы. Во-вторых, браконьеры с каждым годом становятся все наглее. О чем мы говорим многие годы? Это браконьерство. Оно не уменьшается, оно наоборот как-то усиливается. Потому что это уже занимается браконьерством, это организованная группа преступной, ОПГ так называемая. Поэтому что такое ОПГ, мы все хорошо знаем. Это значит, есть хорошая крыша. Второй момент – это то, что все-таки у нас технологии выращивания не по всем объектам есть. Показала практика. Такая фирма, как Биобанк, они высадили там миллионы этого трепанга, мальков. Они построили самый первый завод по выращиванию молоди трепанга. И каждый год, начиная с 2011 года, они сыпали, сыпали, сыпали туда трепанг. И, как говорит директор предприятия Колесникова Александр Григорьевич, мы должны по колено ходить в этом трепанге, а там его нет такого количества. Участки продают, как кота в мешке. Никто не знает, что на них растет и что можно выращивать. Прежде чем запускать мальков, нужно провести исследование дна и воды. Это тоже стоит денег. А сам трепанг активно передвигается по участку. Попав на чужую территорию, он автоматически становится добычей соседа. Конечная стоимость морепродуктов зависит от сложности их выращивания. Так, гребешок и трепанг растут три года. Устрица – два года. Мидия – один год. Себестоимость килограмма трепанга – полторы-две тысячи рублей. Гребешка – четыреста. Устрицы – сто пятьдесят рублей. Самая дешевая мидия стоит сто рублей за килограмм. Несмотря на трудности, выращивание беспозвоночных – дело выгодное во всем мире. Так рассудил бизнесмен Александр Патрин и взял в аренду небольшой участок бухте Воевода на острове Русском. Культивированием он занимается четвертый год, но до сих пор не может однозначно сказать, что эта сфера бизнеса выгодна. Я считаю, нам помогает это то, что ввели санкции против России. Мы это ощутили сразу. То есть, устрица очень пользуется спросом у нас, особенно в европейской части России. Мы столько не выращиваем. Мы до этого вообще ее не выращивали. Имея участок воды, ты должен заниматься тем, что там растет и то, что приносит тебе доход. Поэтому мы занимаемся медией, устрицей занимаемся, трепангом занимаемся, гребешком занимаемся. И каждое направление дает определенный доход. Мы пока только в Россию, так как очень трудно оформить документы для поставки за рубеж. Спрос есть и большой спрос. Этот завод будет выпускать уже очищенную и обработанную медию и трепанг. Здесь же будет цех упаковки. Продукция в основном пойдет на запад России. Местный приморский рынок не столь перспективен. Много браконьерской продукции. Подводя итоги, можно сделать вывод. Выращивать гидробионты выгодно, особенно если подходить к делу с умом. Пользоваться наработками ученых, применять новые технологии выращивания, вкладывать деньги. Но чтобы раскрыть потенциал нашего моря, придется подождать. Закон, который бы защищал морской урожай от браконьеров, адекватной стоимости рыбоводных участков, снижение пресловутых административных барьеров. Может быть тогда аквакультура Приморского края громко заявит о себе на международной арене. Лето пора отпусков. Самое время отправиться хотя бы в небольшое путешествие. Для этого жители Владивостока обычно выбирают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но может быть дешевле остаться дома и провести выходные на местных пляжах? Давайте посчитаем. Одни из самых привычных по соотношению цена-качество стран для Владивостока давно стали Таиланд и Вьетнам. Активно набирают обороты Китай, также стали популярны Корея и Япония. Рекомендуем нашим туристам отправиться в Шанхай, Долянь, Харбин. Тем более в Харбине прошло обновление инфраструктуры. Открылся снежный комплекс закрытый. Открылись аквапарки, появились дополнительные места отдыха. Шанхай – это наш тоже базовый продукт, очень интересен. И еще мы рекомендуем отправиться, конечно же, в Японию. Потому что сейчас в Японии очень хорошее количество круизов, есть интересные маршруты. И тем более у нас два прямых направления. Это Владивосток-Токио, Владивосток-Осока, где стоимость достаточно привлекательная. Тур путешественнику обойдется в 30-40 тысяч рублей за 7 дней. В стоимость входит перелет, проживание и завтраки. Конечно, нужно предусмотреть средства и на развлечения. Поплавать в европейских бухтах дороже. Да и визу нужно оформлять уже сейчас, чтобы в начале сентября попасть на отдых. Выбирая европейские направления, приморцы делают ставку на Испанию, Грецию, Португалию. Такой отпуск обойдется в 50-60 тысяч рублей, не считая билетов до Москвы и трат на развлечения и шопинг. Если оставлять отчизну и желания нет, можно купить тур и по Приморскому краю, не менее гостеприимному. Сегодня есть возможность насладиться красотой даже закрытых прежде заповедников. Самые популярные сейчас места – это Лазовский заповедник остров Петрова, потому что он работает всего два месяца в году – с середины июля по середину сентября. Соответственно, каждый выходной мы туда будем возить наших приморцев. Дальневосточный морской заповедник – это тоже бренды нашего Приморского края, где море прогревается, где самый южный участок, где красивые могильные сосны, чистенькая водичка. Все тоже приморцы хотят это все посмотреть. И когда море прохладно, они туда не очень рвутся, так сказать. Моря и острова, острова, опять-таки, все зависит тоже от купального сезона. Это остров Русский, Рикорда, Попова, Аскольд. Впрочем, подобный отдых бюджетным не назовешь. Двухместный домик в среднем стоит от 3,5 до 5 тысяч рублей. Стоимость люксовых номеров доходит до 13 тысяч рублей в день. Даже без излишеств отдыхать в крае недешево. Так, недельный отдых на базе отдыха на полуострове Крабы обойдется минимум в 12 тысяч рублей на человека. Сюда нужно добавить транспортные расходы, затраты на питание, экскурсии. От себя хочу отметить, что отдых в России дешевым никогда не был. За короткий летний сезон бизнесмены пытаются заработать на год вперед. Тем не менее, спрос на базы отдыха есть. Август практически занят, как приморцами, так и гостями из Амурской области, Хабаровского края. Но если поискать, место наверняка найдется. И в завершении хотелось бы объявить о старте конкурса для владельцев турфирм. Расскажите, какие необычные маршруты и экскурсии вы предлагаете для туристов из Китая. Компания «Победитель» станет героем следующего выпуска программы. Предложение высылайте на электронный ящик матвеева-собаковладнюс.ру или на почту 8 канала с пометкой «Конкурс». Это была программа «Экономический сектор». Я и ведущая Катерина Матвеева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин